Пенсионеры в Китае самые счастливые люди, как сказал наш экскурсовод. Женщины выходят на пенсию в 55 лет, мужчины в 60. Сразу же бросают работу, чтобы уступить место молодым. Пенсия минимальная – 350 долларов. Это минимальная пенсия. И пенсионеры считаются очень богатыми людьми в Китае, потому что в свое время они получили бесплатное жилье в тех местах, где сейчас Пекин сильно настроит. Из-за этого в маленькой группе обязательно находится один профессиональный крючок. Показывает, как правильно сосредоточиться к новой атаке, это очень важно. И можно фотографировать. И за него посторонние, где все вместе люди, в вашей местности, в одной и вишеной картинации. Это очень для здоровья. Я уже обстрела. В истории Китая мы один оперативный крючок с афражей 89 лет. После этого надо пройти 50-картинацию. Это очень полезно для характера. Так вот, они получают компенсации за когда-то полученное бесплатное жилье. Очень значительные. То есть, становятся сразу миллионерами. И, как говорит экскурсовод, сказала выражение, которое мне очень понравилось, что сейчас пришло время копить здоровье. Вот они его купят. Еще раз. Сегодня 13 марта 2013 года. Это храм неба Пекин. Вот это тоже они любят. Вчера под китайской стеной. Храм неба Пекин. Это храм небе. Танцую, танцую. Дуро. Дуро. Что-то как-то на пенсионеров мало. А какая средняя продолжительность жизни в Китаре? Женщина 73, мужчина 69. Вон пара в красных китарах. Вон пара в красных китарах. Полостины в белой рубашке вытворяются. Ну-ка, сфотографировали все? Уходите. Музыка. Музыка. Мы сфотографировали все? Музыка. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал!